Он сын Божий, что воскрес, вы на правильном пути. Только осталось теперь исполнять все и сходить на исповедь к священнику. А что исполнять-то? Что сказали? Что, говорю, исполнять-то? Заповеди, заповеди его. Первая заповедь, как сказал Господь, возлюби Бога, творца твоего всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вторая подобная ей заповедь. Возьми ближних, как самого себя, а ныне девять блаженств. Евангелие от Мафея, пятая глава. Блажены нищие духом, блажены плащащие, блажены миротворцы. А потом-то что он мне возвратит? Потом что? Потом-то что он мне возвратит? Потом что он возвратит ему за исполнение заповеди Божьего? Он обед, дарует жизнь. И написано так, Евангелие от Марка, шестнадцатая глава. Верующие в сыр. Прямо написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет в Царстве Небесном. А кто не будет веровать, осужден будет. А вы верите, что есть после смерти что-то еще? Ну как не верит. Если ничего нет, так пей, ешь, веселись. Подождите, а где тогда доказательство того, что что-то есть после смерти? А какое нужно доказательство? Ну что, молитесь мне и после смерти вам будет. Самое большое доказательство это то, что Христос воскрес. И он говорит, иду приготовить вам место. Ладно, он-то воскрес, а мы-то что получим? Мы тоже воскресли до новой жизни. Он даровал духовное рождение свыше и крещение Духом Святым. Подождите, а у вас есть доказательство, что кто-то воскрес после этого? Конечно, я живу в Барнауле. Тут воскресла Клавдия Устюжанина. Три дня лежала в морге. Ее препарировали, труп. Она получила домашнее извещение, что она умерла. Вы зарядите в интернете. Клавдия Устюжанина. И что она вам потом рассказала? Она что видела, то и рассказала. И вы только зарядите, там все сказано. Я два раза с ней встречался. И что она вам рассказывала? Она рассказывала, видела, как Божью Матерь, Христа. Видела мучения, какое есть. Она до этого молилась? Она до этого не молилась. Она торговала пивом или чем. И она умерла. Рак у ней был в желудке. Все у ней перепутано. И делал операцию наилучший хирург нашего Алтайского края, профессор Неймарк. Что она сейчас? Стала православной? Да, она стала православной. Сын у ней священника Мадрюша стал. Он в Струнина. Я встречался с ним, беседовал. Кто там видел? А теперь посмотрите. «Жизнь после жизни» называется книга. Реймонд Мауди младший. Он был в войну. Подождите. Реймонд Мауди младший – это американский? Американский, да. Он в войну. А есть вообще русская рукопись, которая... Понимаете, я не могу начать отвечать. Вы тут же перебиваете. Вы ничего не узнаете. Я даю новое сведение для вас. И вы бы помолчали. Уже бы у вас знания было больше. Он обследовал не одного человека, а две тысячи человек, которые умирали. И он говорит, вот я, говорит, не был в том городе, где он там, это он был раненый на фронте и умер. И душа моя вышла. Я, говорит, мимо гляжу бензоколонка там, я запомнил где. И потом, когда он увидел, что ему Бог показал, надо вернуться в тело. Я, говорит, мимо гляжу бензоколонки, захожу в морг, он, душа, я не могу найти свое тело. Я испугался, что я не воскресну. И, наконец, увидел, говорит, рука смешивается с покрывалом, которым труп. Ну, врачи... А вы не думаете, что это был просто литургический сон? Ну, это один, два, а то две тысячи. А после этого обследовано еще около пяти тысяч другими. Не, не, подождите. У каждого может быть литургическое сон? Скажите. Вы же, например, вы подождите, вы же днем засыпаете, вы же видите сны? Вы выговорите все, чтобы не перебивали. Я буду слушать, а потом, чтобы не перебивали, говорите. Вот, вот, я вам говорю, вы же засыпаете днем, видите сны? Я буду слушать, когда вы скажете, больше разговаривать не будете. Будете слушать, что я вам дам. Говорите. Я вам говорю, я говорю, когда вы засыпаете, вы видите сон днем? Я скажу, что каждый день вижу. Дальше вы опять будете перебивать. Смотрите. Если вы желаете узнать, посмотрите фильм на документальной основе, называется «Сбежавший из ада». Запишите себе «Сбежавший из ада». Хорошо. Ну, запишите. Не, нет, я его запомнил. Не запомните, нет. И там, там, как раз это и говорится, у человека бессмертная душа. И где она бывает? Делают операции, а одна журналистка, она, ну, операция на втором этаже, а больница семиэтажная. Она залазит на крышу и там выкладывает из кубиков надпись по-английски «Дикие утки, не гордитесь, вас скоро всех перестреляют». А врачи делают там операцию. И человек обмер, умер. Там литургический сон, что нет. Но все прямая, колебаний в сердце нету. И когда оживили, там дают ему показано, как оживляют его, и он говорит, я что видел, вас видел, как вы операцию делаете. А потом, говорит, вышли дома, видел, написано «Дикие утки, не гордитесь». Он не был. Лежит на втором этаже, знает, что на крыше написано. Каким образом? Подождите, знаете что? Есть литургические сны, которые человек засыпает, у него есть сердце. Вот вы, например, когда засыпаете, просто у вас сердцебиение уменьшается. Правильно? Пульс уменьшается, когда вы спите. А когда в литургический сон впадаете, иногда бывает такое, что у вас просто сердце не бьется. Так это клиническая смерть. Подождите, подожди, не перебивайте меня. И вот эти приборы, они вот этого всего не видят, что у вас сердце бьется, понимаете? И когда он просыпается, он просто был во сне, и он это все видел, понимаете? Такого нету и не будет никогда. Вы даже когда умрете, вы не знаете, где вы будете, понимаете? Будете вы в Аде или где-то еще. Ну, такого. Так, то есть вы колобродите, не знаете. Кто так верит, как вы? Безумные люди, блудники, воры, разбойники. Люди, настоящие христиане. Это 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульмане, которые веруют в свою книгу, у них тоже сказано о будущей жизни. 2 миллиарда. Я православный человек. Вот так, чтобы колобродили, что попало. Православные верят, что там есть. Вы не православные. Так просто. Почему я не православный? Я крещеный. Ну, что ж ты, крещеный, свои слова. Или что? А подождите. А если я крещеный, что это значит, все не православные, что ли, человек? Сейчас ролик один интересный вышел. Коротенький совсем. 12 минут. Называется «Интервью с дьяволом». Журналист спрашивает, дьявол в лесу сидят. И он его спрашивает, скажите, а вы кто? И записывает. И он говорит. А вы видели вообще дьявола-то вообще? Я видел, ну, понимаете, видели его ни два, ни три человека. А объятие видели. Вы верите только в то, что видели? В объятии. В каком бы вы его видели? Вы верите в то, что только видели? Я так понял. Конечно. О, а вы сами себя обманываете. Вы Юлия Цезарь видели? Нет, я его не видел. А почему календарем его пользуетесь? Так, какой, да, Винамбле? Юлиановский он называется, дорогой. Юлиановский. Понимаете, что нам дали, теми пользуются. Нет, нет, нет. Но вы должны знать откуда. Так нельзя уже. Хуже бабки какой-то. Он Юлия, Юлий Цезарь его создал. Юлиановским календарем мы пользуемся в России сегодня. А его не признаем. Вот ловко как обошлось. Да, вообще. Ну, хорошо. Мне нравятся картины Гюстава Доре. Я издал книги, воспользовался гравюрами. А его я не признаю, его не было. А картины нарисовали сами. Так вы не переходите от Бога и кого-то другого. Я делаю сравнение, сравнение с... Вот, который нарисовал картиной. Вы не переходите. Вы начали с Бога, так давайте с Бога и дальше. То есть вы никогда не задумывались о жизни. Люди не верят в будущее по одной причине. Чтобы не отвечать за грехи. Вот я блудник, матершиник, сквернослов. Ни за что не отвечаю. Дедуш, ну слишком уж это. Так нельзя. Это все кончится со смертью. Тогда вы увидите, как богач, который вам... Вот подождите, вот когда умру, тогда увижу. Тогда увижу. Как конфуз и говорил. Да. Нет, брат, не так дело-то обстоит. 16 глава. Ну уж как не так-то, да. Вы не даете сказать. Понимаете, вас сатана заблокировал. Ну, заблокировал, заблокировал. Вы не берете... Послушайте, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 16 глава. Богач каждый день пишется, оказался в аду, в огне. И вот теперь... Я сам Евангелий. Это Иисус Христос говорит. Иисус Христос говорит. Вы православные, а начинаете куда-то. Зачем себя обманываете? Это все православные верят в это. Я сам Евангелий. Понимаете? Ну что, я сказал, что выдумал это или написано? Это просто задумано. Я сказал, Иисус Христос, Иисус Христос говорит. Был некий богач, дальше бедный Лазарь. И далее говорит. Лазарь оказался на лоне Авраамом, а богач в гиене огненной. И говорит, я мучаюсь в пламени всем, пламень. Это Христос сказал. Это Христос сказал. Он просто был в долг на него и написал это. Понимаете? Да понимаете, вы никакой не верующий. Вы суеслов, пустослов. Все пока. До свидания. До свидания. До свидания. Это святая Библия. Вы не привозите. Вы верите вот в эту, да? Вот это верите? А вот это считать умеете? Да, да. Молодец, молодец. У вас тоже написано. Вы ведете себя как одержимые. Подожди, да. Мы неудержимые. Потому что мы знаем, в Турции принимали крещение только для того, чтобы от демонов избавились. Да, да. Потому что ты умный, пусть на волосы упадают. Да. Ты самый умный человек на земле. Вы никогда Евангелие в руках не держали, да? Да, да. Постоянно и так поступая спасешь себя и слушающего тебя. 1 Тимопея 4,16. А сколько вам годиков? Сколько чего? Годиков. Вам полную даю выкладку. Я нахожусь в Алтайском крае, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ого. А что, староверам разве интернетом не запрещено пользоваться? А с чего вы решили, что старовер это? Ну, вы можете пока разговаривать не пить. Вот весь... Дело не в чайе. Вы даже не знаете, не исследовали. Рулетка. Я спрошу, скажите, рулетку кто изобрел вот эту? Демоны. Рулетка. Мальчишка, 15-летний двоечник. Андрей Терновский. И все самое блудное, проклятое, богохульное, все собралось здесь. Это половина, половина тут мужики голые, анонизмом занимаются. И процентов 85 мусульмане. То есть самое блудное. Так вы-то что здесь делаете? А за тем, что Господь послал нас проповедников православных в эту тьму, в этот Содом, чтобы рассказать о Суде Божьем. Что ждет людей за это? Чтобы покаялись. Иисус умер за нас. Зовет к покаянию. А люди блудничают. И ничего не хотят знать. Сквернословят маленькие пацанята вот такие. Женщины трясутся здесь титьками. Совокупляются хуже всякой скотины. Я не спорю. Вы что думаете, мы этого не знаем? Мы так и живем. Я спрашиваю, почему тут люди пьют? Все почти пьют. Почему? Это стараются залить огонь блуда внутри себя, гиенский огонь. Вот даже разговариваешь, хватает бутылку пьет. Я говорю, я вот в пяти университетах вел занятия, пара часов. Я не позволю стакан ставить с водой на кафедру. Аскезы типа что-нибудь такая? Это нехорошо и неприлично. Зачем это нужно? Поговорил потом. Раньше было как? Я говорю, знакомится, если сватается, он наденет на себя там костюмы, палеты его. Ну, он самостоятельно может держать. А сейчас ничего нет, голый, выброшенный. У него единственное достоинство, что что-то там есть, может быть, сепелитичное. Да я думаю, дед, слушай, не вернуйте, да ну же. Если вы желаете больше узнать, я бы мог вам указать наши ресурсы, большие ресурсы. Это YouTube, сайт, форум, mail.ru. Откуда вы такие слова узнали в 81 год? Это вы спрашиваете? Да, да, мы. Так, что нужно-то вам ответить? Какой? Откуда вы в 81 год знаете столько слов современных? Я всю жизнь учусь. Обратился, то что Бог есть, родился я в старобряческой семье. Без поповцев. Потом мы пришли уже к этой официальной церкви. Так вот, в 23 года... Что Бог есть, я знал от матери уже в 2 года уже. Нельзя пить, курить, материться, воровать, блудить. Поэтому меня Бог сохранил от этого. Но дальше я не мог идти, потому что Евангелия в руках не было. Я служил в хороших частях. У меня прекрасная должность была, которую сегодня никто даже не знает. Служил в подводном флоте, в ракетных войсках. И когда пришло время, 23 года, Евангелие дали мне в руки. Евангелие. Моя жизнь сразу изменилась. Я покаялся. Бог открыл мне Иисуса Христа. И вот уже 57 лет я иду этим путем. Этот путь мне дался нелегко, потому что я всегда жаждал людям передать знания. Много учился. И что получилось? Насчитал на пленку я 50 книг, Библию. И пленками, катушками раскрутил по стране. И архипелаг ГУЛАГ. И меня власти закрыли. Я освободился. Пять тюрем прошел и лагерь. Только в 87-м году. В 87-м. И за это время мне Господь позволил вести занятия в пяти университетах, тринадцати школах. Я в Барнауле живу. Пять отделов милиции. Городское УВД и Краевое. Все воинские части, заводы, фабрики. Это моя жатва. Прокуратуры, лагеря, тюрьма. Мне Бог отодал, я везде выступал. И три радиопрограммы регулярно. И все время учусь. И скажу, что Господь меня ни разу нигде не покинул. Мы строим с нуля православную деревню. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. А в России разрушено 21 тысяча поселений, уничтожено. А 10 тысяч, как пишут, на ладан дышат. Один-два человека остались. Мы первым делом построили храм, школу государственную за свой счет. Школу. Дороги делаем, пруды, все сами. Ага. По поводу голых баб-то как? Так, что нужно? По поводу голых баб, понравится? Я могу вам дать наши ресурсы зайти. Желаете? Я открою вам, дам ключ. Мы тоже вам дать наши ресурсы. Мы тоже в Бога верим. Когда скидывай? Только без названия. Я прошу только, чтобы никто не ругался. Дать ресурс. Мы тоже в Бога верим. Ну хорошо. Вам это не помешает? У нас очень большие ресурсы. Ладно, дедушка, давай, все в Боге. Ну ладно. Хорошо выглядит за 80 лет. С Богом. До свидания. Слава Иисусу Христу. Вы верующие? А ты нас слышишь? Я вас слышу. Слава Иисусу Христу. Так. Мы всех спрашиваем. Подожди, что-то у меня тут сильно светится. Так нормально видно? Да, да, да. Мы показываем книгу. В доме у вас такая книга есть? Да. Но показать, наверное, не можете. Она у бабушки в другой комнате. Ну да, бабушка в житии живет. Мы в общежитии живем, дед. Ну я им всем говорю, брехуны. Врут они, ничего у них нету. Мы в общежитии живем. Мы не дома сейчас. Ну ничего. Я на корабле работал. У меня с собой Евангелие было. И в тюрьме было. Так что, если вы желаете, вы можете многое узнать. Так нет, на самом деле, я каждый день перед сном читаю... Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Человеку придется на суде Божьем отвечать перед Богом. Как вы греха не боитесь. Только встретились. И первые слова, это матерок идет. Ни в одной стране таких матерков нет. Бать, ты откуда? С кухни зашел, с кухни. Если в доме у вас есть такая книга... Бать, ты откуда? Скажи сначала, а потом будем общаться дальше. Бать, извини, конечно. Так что. Бать, ты откуда? Продолжение следует...